Ну, у нас в студии человек, который, я уверена, танцевать умеет хорошо, петербургский актер Евгений Серзин, еще и музыкант. Доброе утро. Доброе утро. Ну, как ты насчет танцевать по утрам? С утра вообще все тяжело у меня. Ну, как бы классический такой артист. Ну, танцевать я очень люблю, но не с утра, наверное. Ну, только если это ночь, уходящая в утро тогда. И что танцуешь обычно? Хип-хоп? Джигу-дрыгу, я думаю, это называется. Ага, это очень популярный танец, между прочим. Ну, что ж, к музыке, пожалуй, перейдем, потому что, кроме того, что ты играешь в театре, снимаешься в кино, еще была организована группа, кстати, сколько лет назад? Скоро будет 6 лет, вот, 7 января исполнится. То есть скоро праздник, скоро джигу-дрыгу можно будет как раз танцевать по поводу. Группа называется «Не мой фронт». Расскажи, пожалуйста, об этом коллективе. Это какая-то непонятная организация, потому что в нее входят артисты. Вот я тоже вчера читала, а аннотации не поняла, что мы делаем. Да, музыканты. Просто все получилось так, что я еще, когда жил в Мурманске, занимался музыкой, ну, пытался этим заниматься, я и сейчас пытаюсь, не думаю, что все получается. Вот, и приехал в Петербург, поступил в театральный институт, и эта потребность оставалась. Вот я собрал однокурсников, и мы сделали вот такую банду, сколотили. И с тех пор вы вместе? Состав не менялся? Ну, состав меняется. Состав менялся, да, очень много раз. У нас сначала на первом концерте было 11 человек, это было такое, скорее, театральное какое-то шоу, ну, пели всего 7 песен, вот, а потом появилась потребность больше заняться музыкой, потому что этому меньше уделялось времени, и состав сократился до 3-х человек. Ну, название так осталось, не мой фронт. Почему такое оригинальное название-то? Ну, у меня в школе был любимый рассказ у Платонова «Фро», вот, и когда я думал себе сценический псевдоним, я думал, что это будет не мой фро, хотя это имя девушки у Платонова, но мне это не смущало. Поэтому добавил НТ, чтобы был фронт. Да, да, а потом появилась компания, нет, просто, чтобы обозвать как-то всех нас, вот, да, добавилось две буквы, и получился не мой фронт. Так, ну, не мой фронт, на самом-то деле, не такой уж и не мой, потому что вы поете песни, более того, у вас выходят клипы, вот, последний клип, я предлагаю всем вместе посмотреть, и вы расскажете, что же там такого происходит, потому что название у этой композиции... Оригинальное. Такое, да, очень оригинальное. Озвучите... Песни немолодого, нетрезвого человека с усиками. Да, очень забавный образ. Это немолодой человек с усиками. Расскажите, почему решили такую песню вообще написать, и такой образ придумали? Это песни по-разному совершенно пишутся. Вот конкретно это. Иногда бывает, да, что пишется текст или музыка, а эта песня появилась вообще случайно, можно сказать, потому что Андрей Злобин, вот наш клавишник, он играет на мелодике, занимается аранжировками, а мы с ним как-то еще, мы в общежитии вместе жили в одной комнате, и перебирали какие-то диктофонные записи, а он вот написал музыку к этой песне, и там... И кто-то на заднем плане кричал, ты вчера? Ну, крикнул, что ли такое. И это, собственно, первая строчка, которая... Ты вчера была брошена тем кавалером, то есть дала такой импульс к этой песне. В общем, буквально со всех сторон идут идеи, слова. В этом клипе Ирина Пегова вместе с вашим коллективом снимается. Как вы ее пригласили? Ну, мы с ней снимались в фильме по сценарии Тодоровского «Встреча на Эльбе». Вот, как-то у нас получилось подружиться, она замечательный человек, удивительный. Я восхищаюсь ей как человеком, как актрисой. И я предложил ей, потому что я думал, ну, появилась идея, сценария. Я думал, кого бы я хотел, вот, и подумал, что это идеальный вариант. Предложила Ирине, она согласилась. То есть, получается, на съемках картины вы так сдружились, да, и она, в общем, приняла вот эту вот такую интересную идею, потому что песня действительно необычная, и клип тоже... Вот мы, кстати, как раз сейчас смотрим фрагмент из фильма «Встреча на Эльбе». Расскажи вообще, что тебе больше всего запомнилось на съемках этого фильма? На съемках этого фильма, ну, там было много интересного. Наверное, самое такое, ну, как, скорее, человеческое, но не в плане художественных вещей. И мы просто жили в средневековом замке. Это было очень здорово. То есть, мы жили месяц... То есть, пока что съемки вам вот такой вот вариант жилья предоставили? Да, это был совсем маленький городок, я даже не помню его название к своему стыду. Это немецкая бывшая территория, и там мы жили вот в старинном замке, прямо отдельно там стоял замок, и только деревня была буквально там в десяти минутах ходьбы. Это было очень интересно, замечательная была кампания, и вообще интересные исторические съемки. То есть, там были целые группы людей, которые занимались реконструкцией полностью, в обмандировании, там, со своими машинами. Поэтому это было замечательно какое-то время, очень дружное, веселое, и при этом, мне кажется, продуктивное. Ну, и тем более остались, да, после этих съемок друзья, такие близкие теперь, как Ирина Фегова. Хорошо. Какие еще дуэты? Я вот видела, что вообще с разными артистками вы готовы снимать вообще ко всем экспериментам. Да, у нас вот есть небольшое видео с Лизой Боярской, мы записали... Ну, там, по-моему, вы детскую песню поете, да? Да, поем, да. Потом с Дарьей Мельниковой тоже мы сняли клип на песню «Если б я знал». Мне кажется, это просто интересно, у нас есть возможности, из-за того, что мы знакомы с артистами, их как-то просить нам помогать, тем более, я надеюсь, им интересно. Ну, с удовольствием, может, кто-то сам проявляет желание и просит, пожалуйста, я как объяснялся в вашем следующем клипе. Ну, такого пока не было. Нет, ну, вот Даша Мельникова, я безумно благодарен, она очень давно нам помогает. Она снималась с моей однокурсницей, Марией Антоновой, и Маша показала ей наши записи. И Даша организовывала нам концерты в Москве, квартирники. Поэтому, ну, люди как-то проявляют, многие сами предлагают снимать. Например, вот клип «Если б я знал», ребята сами предложили нам, предложили сценарий, все организовали, весь процесс. То есть иногда получается, что вот находим отклик такой от нашего творчества. А как бы ты охарактеризовал музыкальный стиль, в котором вы поете? Да вот никак его не охарактеризуешь. Ну, и о романтике, вы же так о себе заявляете. Ну, может быть, да. Да, вот как раз самое время понять, что же такое нео-романтика. Ждем от тебя музыки. Да. Так что отправляйтесь, пожалуйста, на сцену. Спасибо. Друзья, петербургский актер Евгений Серзин, студии Live 78. Исполняет он песню, которая называется «Какая глупость». Вот так вот. Собственно, музыкант пока готовится к выступлению. Мы с вами на этом не прощаемся. Вы помните, что наша программа идет до 10 часов утра. Впереди у нас еще будут фокусы и микромагия. В общем, вы знаете, что нужно до 10 быть вместе с нами на телеканале Live 78. Боже мой, какая глупость, если мне опять надеть штаны, радугой раскрашенные моего детства красками. Боже мой, какое счастье ослепить проспект улыбкой. Пусть они приходят в ужас от ресниц моих. И я незаконно рожден. Небесный контроль не издал указ. Безумцем рождаться запрещено. Я просто вошел в список небесных проказ. Боже мой, какая глупость. Век живи, не вышел срок. Песню пою, не спит куплет. Допивай еще глоток. Боже мой, какое счастье. Скоро вырастут цветы. Мы идем гулять по лужам. Вот он я, вот и ты. Я незаконно рожден. Небесный контроль не издал указ. Безумцем рождаться запрещено. Я просто вошел в список небесных проказ. Я, как гриф под дождем, Расту своею струной В истории о болезни. В строчку одну лягут слова. Я незаконно рожден. Расту своею струной